8 декабря в администрации Десногорска был проведён круглый стол муниципального этапа рождественских образовательных чтений. В этом году на форуме пытались осмыслить роль Петра I в истории России. 350-летию со дня рождения Петра I, секулярный мир и религиозность. Так звучала тема мероприятия, на котором собрались представители администрации и духовенства, педагоги и школьники Десногорска. Значимость культурно-образовательного события отметил глава города Андрей Шубин в приветственном слове. Дети должны иметь уважение к культуре родного края и быть патриотами своего отечества. Но и не менее важно заложить в них доброту по отношению к людям, научить проявлять милосердие. Духовное развитие ребёнка не должно и не может быть забыто. С докладами о роли первого российского императора выступили учителя второй и четвёртой школы. А ученики четвёртой школы подготовили литературно-музыкальную композицию. К выступающим также присоединился отец Виталий. В своей речи он отметил важность объективной оценки деятельности великого реформатора. Разумеется, прозвучали достижения Петра I, которые благотворно сказались на судьбе нашего Отечества. Его забота о науках, образовании, его забота о созидании флота российского. Но вот с церковной точки зрения очень сложно оценить личность однозначно Петра Великого, потому что мы же знаем, церкви было весьма непросто в эпоху его правления. Процесс осмысления вот этой роли Петра Великого в церковной жизни, он ещё будет продолжаться долгое время. Рождественские чтения – это церковно-общественный диалог о культуре, истории, морали и воспитании, в котором принимают участие и молодёжь. Так заслуженными грамотами были награждены школьники, принявшие осенью участие в международном конкурсе «Красота Божьего мира». Цель этого конкурса, как и всех рождественских чтений, соединить в подрастающем поколении понятие о духовности и уважении к историческому наследию. Все педагоги, все руководители образовательных организаций, мы как родители, должны и не просто должны, а обязаны при нашем духовно-нравственном воспитании или просто воспитании наших детей, говорить о любви к Родине, о нашей вере, о том, что наша страна, она есть, она будет и она самобытна. Итогом встречи стали слова председателя Комитета по образованию Татьяны Токаревой, которая сформулировала основную цель нравственного воспитания детей. Быть способным сохранить свою национальную, духовную, религиозную, культурную самобытность, а вместе с этой самобытностью сохранить и нравственную систему ценностей. Ксения Ложкова, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.